Витаю! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео с оперативной обстановкой. Сегодня 12 июля и киевское время 16 часов. Оперативная обстановка по направлениям. Начинаем с севера на восток по часовой стрелке. Итак, северное и северо-восточное направления. Сумская, Черниговская область. Продолжаются обстрелы. Ситуация контролируемая, она без изменений. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Харьковское направление и город Харьков. Город опять подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня. На рубеже, точнее на фронте, на самом Харьковском направлении была попытка штурмовать населенный пункт Дементьевка. Наши войска попытку отбили, враг отступил, успеха не имел. В остальном на линии фронта идут ожесточенные позиционные бои. Противник идет обмен артиллерийскими ударами. Но линия фронта стабильная, не движется ни в одном направлении. На слабожанском направлении, это юг Харьковской области, ситуация тоже без изменений. Как на вчерашний день, позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. Продвижений ни с одной стороны нет. На славянском направлении противник пытался, точнее продолжает штурмовать у нас, проводит штурмовые действия в направлении Мазановки и Долины. Но успеха не имеет, хотя атаки не прекращаются уже третьи сутки подряд. И применяются все виды артиллерии, как с нашей стороны, так и со стороны противника. Плюс противник применяет штурмовую авиацию по нашим позициям. Но еще раз повторюсь, на славянском направлении от Зюма противник успеха не имеет. На Краматорском направлении активных боевых действий не проводилось. Позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Бахмутском направлении противник пытается улучшить свою позицию. Основные боевые действия ведутся от Белогоровки в направлении административной границы Луганской области. Да, у нас есть еще часть территории Луганской области, которую мы контролируем. Она находится в районе Белогоровки. И поэтому там противник тоже пытается вытеснить нас за пределы области. Но пока успеха не имеет. И мы удерживаем позиции в районе Белогоровки. Другие попытки противника улучшить свое тактическое положение к успеху не привели. И фронт, в принципе, более-менее стабилен. Дальше Кураховское, Новопавловское направление и Запорожское без изменений. Сегодня активных боевых действий не велось. Позиционные бои. Единственная в районе Марьинки была попытка атаковать. Но она была еще вчера. В результате нашего огневого воздействия противник обратился в бегство. Да, такой неожиданный поворот событий и для нас в том числе. Что русские не просто отступили на свои позиции, они побежали в район своих исходных позиций. На Херсонском направлении ситуация тоже стабильная. Особых изменений не претерпела. Позиции сторон остаются неизменными. Идут обмены артиллерийскими ударами. Применяется авиация штурмовая и армейская с обоих сторон. И наши штурмовики работают, и российские штурмовики работают по нашим позициям. Так что там такая взаимная ситуация. Патовая активность и боевых действий в атаках позиций противника не наблюдается. Одесское направление, там более-менее все спокойно. Далее на Волынском направлении тоже без изменений. По обстрелам, скажу так, сегодня был мощнейший обстрел Николаева. 20 взрывов. 12 человек, пока что предварительным данным, 12 человек пострадало. Город, ну всю ночь практически длились обстрелы. И насчитали около 20 взрывов. Что это было? Реактивные системы залпового огня или ракетные удары? Пока выясняется. Более точной информации на данный час нет. По Харькову тоже был нанесен очередной удар. Есть пострадавшие. Но, к сожалению, ситуация здесь остается, опять же, такой же тяжелой, как и в предыдущие дни. Ну, это из военных новостей. Мы видим, как я и говорил вам, что фронт примерно стабилизируется, несмотря на то, что обе стороны требуют перегруппировки и усиления своих войск. И наши войска, и российская сторона тоже поизмотались. Надо отметить, что буксуют российские войска в плане развития наступлений на Донецком направлении. И особенно Краматорск, Славянск и Бахмут, там у них пока ничего не получается. Мы же, со своей стороны, на фронте не развиваем успех пока, что в эти сутки ситуация с положением фронта была более-менее стабильной. Но мы продолжаем наносить огневое поражение по ближайшим тылам противника. И в эту ночь опять полыхали Луганск, склад боеприпасов, Таврийск, Херсонская область, Такмак, Запорожская область, город Херсон, только уже не воинская часть Росгвардии, а склад боеприпасов. Ну и, я уже не знаю, наверное, традиционно она во всех сводках, Чернобаевка опять сегодня подверглась удару, опять там горят боеприпасы и техника. Причем, еще надо сюда добавить Мелитополь. Сегодня в Мелитополе прогремело около 25 взрывов в районе Мелитополя. Там база, куда с аэродрома перетянули российские войска, а часть техники, по которой был нанесен удар, я так понимаю, это все, что смогли спасти. И вот сегодня там прогремело 25 взрывов, ну так, во всяком случае, по рассказу местных очевидцев. Это были взрывы удара или это был один удар и потом просто шла детонация, непонятно. Ну, сейчас это место горит. Там была база МЧС, кстати, в районе Мелитополя была база МЧС. Вот на эту базу переехали российские войска, мы их достали и там. Ну и еще сегодня надо отметить такое интересное довольно событие, это Энергодар. В городе Энергодаре прогремело несколько взрывов. Один в промзоне города Энергодар. Я так понимаю, тоже там какой-то склад уничтожили. И, правда, нету дальнейшей информации, насколько успешно, что там горит, что там детонирует или нет детонации, пока непонятно. Но взрыв был. И второй момент. Здание СБУ города Энергодара сегодня было атаковано дронами. Из дронов были сброшены, соответственно, бомбы, которые поразили это здание. Непонятно, есть ли жертвы там или нет, но в принципе это не важно. Важно то, что мы, город Энергодар, наши партизаны, наши силы специальных операций дошли до него. И теперь он будет тоже на острие партизанского движения. Мы будем тоже наносить там поражение российским оккупационным войскам. В принципе, точнее, главный принцип, что у оккупантов под ногами должна гореть земля, потихонечку начинает воплощаться в жизнь по разным направлениям. Ну, теперь пройдемся немножко по внешней обстановке вокруг Украины. Начнем с Белоруссии. И вчера я говорил, что там вроде как затишье, нету новостей. Вот сегодня Лукашенко выступил там перед активом каким-то своим очередным и заявил, что Запад собирается напасть на Белоруссию. Вот такой вот коварный Запад хочет напасть на Белоруссию, поэтому надо готовиться к войне. Я так понимаю, что демарш политических заявлений со стороны Белоруссии продолжается, потому что там же прозвучали угрозы в адрес Украины. И Лукашенко заявил, что если Украина будет угрожать нападением на Белорусь, то Белорусь оставляет за собой право нанесения ракетных ударов по Киеву, Ровно и Чернигову. Вот такой разброс у них географии, неизвестно почему. Хотя вы же прекрасно понимаете, что никто никому не угрожает и тем более ни мы, ни тем более Запад не собирается нападать на Белорусь. Ну опять пошла плеяда таких политических заявлений. Далее в Российская Федерация, там тоже есть новости, идет политическое движение в плане создания каких-то новых политических образований. Точно сейчас сказать нельзя, но в России на 15 июля назначено мне очередное заседание Государственной Думы. И что там будет экстренное заседание, неочередное экстренное заседание Государственной Думы. Какие вопросы будут выноситься туда, пока сказать трудно. Версий существует несколько. Я их озвучу. Версия номер один. Отставка Мишустина. Ну я не думаю, что это такой уже... Это рабочий вопрос, который Путин мог бы сделать и без экстренного созыва Государственной Думы. Далее может быть объявлена всеобщая мобилизация. Тоже не вижу тут причин, потому что всеобщую мобилизацию в России объявляет президент. Потом Совет Федерации может ее утвердить или не утвердить. Это не экстренное заседание. Тем более это надо сделать накануне. Хотя может они это собираются сделать одновременно. Путин объявляет, тут же Госдума ратифицирует. Но это маловероятно по определенным причинам, в основном внутриполитическим, каким мы уже неоднократно говорили. Общество российское не готово сегодня к всеобщей мобилизации. Не готово брать вещмешок, шинель в скатку и через плечо, и идти в военкомат. Воевать неизвестно за что и воевать неизвестно с кем. С кем понятно с нами. Это и самая такая интересная версия, которая звучит, это то, что вроде как Путин собирается огласить о воссоздании Советского Союза. Рановато, через 60-летие образования СССР будет только 22 декабря текущего года. Ну, вроде как, или Союза трех государств, там, Украина, Белоруссия и Россия. Вот, то есть, вот такая даже версия есть, что может быть объявлена о, типа, реинкарнации, что-то такого прообраза СССР. Как это будет получаться и что будет там происходить, ну, посмотрим. До 15-го числа у нас осталось с вами два, буквально два дня. Так что мы дождемся. Что еще хочу отметить. Забыл сказать в военной обстановке о том, что мы захватили комплекс Панцирь-1С. Ну, вот этот знаменитый, раскрученный, который 15 миллионов долларов стоит. И Россия там говорит, это войсковой комплекс тактический. Будем так говорить, это предшественник этого комплекса, это Тунгуска была армейская. Только Тунгуска была гусеничная. А здесь примерно тоже ракетно-артретическое вооружение поставлено на колесную базу. Так вот. Россия очень похвалилась этим комплексом, его дороговизной. Мы с вами неоднократно говорили о том, что мы его уничтожаем. Причем его везде уничтожают. Его в Сирии уничтожают. Его в Ливии уничтожают. Его уничтожали в Украине. Особенно в первый период войны. Но нам удалось захватить несколько комплексов в качестве трофеев. Особенно в первые месяцы войны, когда, помните, ходил расхожий мем, что главный поставщик вооружения в украинскую армию это вооруженные силы Российской Федерации. Так вот. Почему я так подробно остановился? Потому что вот этот супер-пупер комплекс, Панцирь-1С, вчера заступил на боевое дежурство и вчера уже сбил первую российскую цель. То есть мы не только захватили этот комплекс, мы его освоили. Мы взломали систему паролей свой-чужой. И сегодня этот комплекс успешно ведет огонь по российским целям. Так что мы умеем не только осваивать западную технику, но и трофейную российскую технику прекрасно умеем осваивать. Даже вот такую, как Панцирь-1С. Далее. Украина открыла порты и после длительных переговоров, вчера состоялись переговоры от Эрдогана и Путина, потом Эрдогана и президента Зеленского. После этих переговоров Украина открыла порт, у нашей порты вошли 8 судов. В какие именно порты на сегодняшний день не оглашается, но эти 8 судов будут загружаться нашим зерном. Я так понимаю, что Турция достигла договоренности с Российской Федерацией под гарантией Турции. Скорее всего мы открыли порты и теперь экспорт зерна из Украины становится почти реальностью. Эрдоган акцентировал свое внимание на том, что это мероприятие осуществляется в строгом соответствии с планом ООН. То есть это все идет через Организацию Объединенных Наций. Он, я так понимаю, взял на себя роль воплотителя плана ООН по экспорту зерна из Украины для того, чтобы предотвратить нехватку продовольствия в развивающихся и других малоразвитых странах. Так что посмотрим, чем это закончится. Но суда зашли и, я так понимаю, в ближайшие дни начнется отгрузка украинского зерна на эти суда. Далее, еще из военных новостей хочу остановиться отдельно на потерях высшего военного руководства среди вооруженных сил Российской Федерации. Вот я вам перечислил удары, вот эти все Луганск, Таврис, Токмак, Херсон, Чернобаевка, это все боеприпасы. Это все боеприпасы. Но вы помните, что вчера, во вчерашней сводке, были командные пункты. Командные пункты в основном на юге. Предполагалось, что это 49-я армия. Оказалось, немножко, сегодня есть более точные данные и не могу их не озвучить. Оказалось, это 8-я армия полевая и 22-й армейский корпус получили. Пострадали командные пункты, я так понимаю, дивизионный командный пункт 20-й мотострелковой дивизии. Если нас слушают в России, то начальник штаба дивизии Кенс, фамилия, и командир дивизии полковник Горобец. Начальник оперативного управления штаба дивизии Коваль. Начальник артиллерии дивизии Гордеев. 20-я МСД, 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Эти офицеры убиты. Они погибли в результате нанесения удара нашими войсками по командному пункту дивизии. Далее. То есть, фактически, руководство 20-й МСД на сегодняшний день полностью уничтожено. Далее. Начальник разведки, замначальника отдела ФСБ убиты. Это 22-й армейский корпус Вооруженных сил Российской Федерации. Начальник штаба корпуса Назбуллин ранен и был эвакуирован в Крым. Не знаю, довезут, не довезут, останется раненым или не останется. Вот такое нанесли мы поражение высшему офицерскому составу. Не мог это не озвучить, чтобы вы понимали, что это работают наши реактивные системы залпового огня. Наши, подчеркиваю, реактивные системы залпового огня. Химарс-142. И их аналоги, как уже иногда отмечается в сводках новостей. Ну, что за аналоги, пока официальной информации нет. Но вот такие вот результаты они уже приносят. Теперь из международных новостей. 20 июня планируется проведение «Раймштайн-4». То есть конференция в формате «Раймштайн» пройдет в режиме онлайн. В этот раз никто никуда не будет съезжаться. Все в интернете, в режиме онлайн проведут эту конференцию. Ожидаем, что там будет утвержден очередной план поставки. Точнее, не план поставки, а этап. Очередной этап поставки нам вооружений. И дальше мы будем их получать от наших стран-партнеров. Иран планирует передать Российской Федерации беспилотники. И, кстати, у Ирана беспилотники ударные намного лучше, чем у России. Не знаю, как по качеству, но, во всяком случае, по техническому исполнению. Они разведывательно ударные. Они примерно как небольшой самолет. Что-то примерно подобие Байрахтара. Насколько они качественные в плане ведения разведки, в плане устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Ну, посмотрим. И посмотрим вообще, решится ли Иран на сегодняшний день передавать эти беспилотники Российской Федерации. Хотя, есть прецедент, что Иран передавал их еменским хуситам для организации ведения боевых действий и диверсий против Саудовской Аравии. Так что, вполне вероятно, что Российская Федерация может в ближайшее время получить ударные беспилотники от Ирана. В Украину, опять же, по выполнению плана поставок вооружений поступили спартаны. Это бронетранспортеры, которые нам поставила Великобритания. Сегодня уже эти бронетранспортеры замечены на переднем крае. И наши войска успешно их применяют в ходе ведения боевых действий. То есть, поставки вооружений на сегодняшний день продолжают идти. Ну и по финансовой помощи хочется отметить, что Конгресс Соединенных Штатов утвердил очередной пакет помощи. Точнее, очередной транш помощи 1,7 миллиардов долларов США, Украине. Я так понимаю, это будет не военно, это финансовая помощь на поддержание экономики и жизнедеятельности нашего государства. И Европейский Совет тоже утвердил еще очередной транш помощи, это 1 миллиард евро. Так что наши партнеры с нами, помощь нам идет, они ее поставляют. И я думаю, что в этом плане у нас проблем не будет. Геоэкономика сможет удерживаться на плаву, в том числе и за счет помощи западных партнеров. Ну и еще одно такое курьезное, на уровне курьеза сообщение хотелось бы вам довести. За прошедшие сутки в Крыму было очень интересное происшествие. Местные жители Крыма избили российских солдат за символику буквы «З». Довольно интересный подход, но молодцы, скажу, местные. Может быть начинает доходить, что было лучшее, жизнь при Украине, которую они не очень долюбливали, или жизнь при русском мире, который пришел и вот там уже 8 лет у них правят со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что неудивительно, прежде чем налепить на себя символику буквы «З», подумайте и выходить на улицу, подумайте о последствиях, которые могут вас ждать на этой самой улице. Вот вроде бы и все по военно-политической обстановке вокруг Украины и... Вокруг Украины и в самой Украине на фронтах. Ну а мы далее приступаем к ответам на вопросы. И на сегодняшний день вопросы, которые попадут в это видео, будут следующими. Первый вопрос звучит следующим образом. Осталось ли такое понятие, как военно-полевая почта? И вообще, интересно было узнать, что со времен Второй мировой войны изменилось на поле боя в организационном плане. Ну очень такой обширный вопрос, пространный, что изменилось на поле боя в организационном плане. В организационном плане изменилось абсолютно все. Все. Система полевой почты, конечно же, осталась. И номера войсковых частей полевая почта, они есть. И на сегодняшний день их знает каждый военнослужащий этой воинской части. Они открытые. Это для открытой информации, в том числе и для пересылания корреспонденции. Но на сегодняшний день я не слышал, что кто-то писал письма. Я не сомневаюсь, что есть такие люди, но я так думаю, что процент этот очень маленький. В век интернета, в век мобильной связи, в век электроники, ну вряд ли кто-то сегодня будет писать письма. Телефонный звонок родственникам, родным и близким, друзьям. По возможности при наличии интернета или мобильной связи, понятно, звонок. При наличии интернета, понятно, можно сделать видеозвонок. Записать какое-то сообщение и отослать его, и точно так же его принять. Поэтому в этом плане оно все есть, оно все работает, но я не думаю, что оно имеет массовое применение. Может быть, кто-то и пишет письма, может быть, кто-то и пользуется полевой почтой. Вот, она существует. Что же касается в организационном плане, то в принципе, кардинально основные постулаты организационные остались прежними, но поменялось их наполнение и порядок выполнения. Порядок логистики поменялся. Порядок организации ведения боевых действий тоже поменялось. Сегодня совсем другое вооружение воюет на поле боя. Во времена Второй мировой не было беспилотников, не было радиолокационных средств разведки и защиты. Там был бинокль, самое-самое лучшее средство или самое мощное средство, это был бинокль. Это было наблюдение, это было, ну как бы, больше, огромную роль играл человеческий фактор, наблюдательность человека. Вспомните даже, как определяли приближение самолетов противника. Стояли большие рупоры и человек слушал через этот рупор, рупор слушал небо. А сейчас у нас радиолокационные станции, мы говорим, что они смотрят небо. Что там в небе происходит, кто летит, куда летит и зачем летит. Поэтому основные критерии организации остались прежние, но их наполнение и порядок их осуществления поменялся кардинально. Скажите, пожалуйста, какова все же вероятность ковровых бомбардировок, смогут ли эти одновременно ударить со всех сторон и каким количеством самолетов? Наверное, это самое опасное, чего можно ожидать. Согласен, что это самое опасное. Кстати, да, забыл, вот добавлю тогда в ответ на этот вопрос по поводу бомбардировок. Сейчас в Белоруссии большая активность авиации наблюдается, а именно была переброшена российская авиация в плане дальней радиолокационной разведки ДЛРО. И самолет А-50, который определяет цели для ракетных ударов, вот он переброшен сейчас в Белоруссию. Там все переброшена частично тактическая авиация, российская. Она активно проводит учебно-тренировочные полеты. Но это не в основном истребительная авиация и фронтовые бомбардировщики. Мы знаем, что истребительная авиация может применять ракеты воздух-земля с дальностью пуска до 110 километров. И они применяли бомбы, помните, да, они залетали и бомбили. Будут они залетать сейчас или нет, неизвестно. Что касается стратегической авиации, то Россия не перебрасывала ее в Беларусь и она находится на своих аэродромах. Ну и что касается ковровых бомбардировок, для того, чтобы осуществлять ковровую бомбардировку, бомбардировщики должны зайти на этот участок и бомбить. То есть дистанционно они бомбить не могут. На сегодняшний день система ПВО страны жива, система ПВО страны работает, и Украины, естественно. И на сегодняшний день российская авиация боится залетать в наше воздушное пространство. Поэтому ковровых бомбардировок не будет. Ракетные удары, да, я не исключаю. Массированный ракетный удар, да, я не исключаю. Это так, как было вот когда Киев, тогда Днепр, Кривой Рог, когда там 60 ракет выпустили за один раз по Украине. Да, вот такое вот я не исключаю. Но это ракеты, которые будут выпущены из чужого воздушного пространства. Поэтому никаких о ковровых бомбардировках речи не идет. Они не могут отбомбиться сегодня по нашим позициям на переднем крае. Они применяют штурмовую авиацию, армейскую авиацию, и то дистанционно, с максимальных удаления, чтобы их, не дай бог, не достали переносные зенитно-ракетные комплексы типа Stinger. Разъясните информацию, которая сейчас гуляет в средствах массовой информации, что российская армия планировала сбивать ракеты HIMARS комплексами С-300 и С-400. Но, как говорят, они оказались абсолютно неэффективными, хотя производитель заверял в обратном. И теперь пишут, что даже арестован или задержан руководитель завода «Алмаз». Так вот, вопрос заключается в том, они реально рассчитывали сбивать эти ракеты? И возможно ли это вообще? Или это больше слухи? Ну, смотрите, во-первых, руководитель завода «Алмаз», это научно-производственное НПО «Алмаз», да, она занимается ракетами. И надо тогда не директора завода арестовывать, а главу, главного конструктора арестовывать, или главу конструкторского бюро этого завода, или научно-производственного объединения. Но смысл не в этом. Смотрите, да, действительно, россияне рассчитывали, и это в пабликах, и в соцсетях России, это очень сильно было заметно. Они были крайне возмущены, что ни С-400 «Триумф», так разрекламированный Путиным особенно, ни С-300, тоже хваленая всеми, которая закрывала там небо везде и всюду, вместе с С-400, не сбили ни одной ракеты «Химарс». И не собьют. Объясню почему. Дело в том, что, во-первых, у «Химарса» мы еще не стреляли ракеты. То, чем мы стреляем сегодня из «Химарса», это реактивные снаряды, которые летят на дальность до 80 километров. Это точно так же, как летят на дальность до 70 километров реактивные снаряды «Смерч». А если брать «Торнадо-С», то они летят до 120 километров, с той же самой пусковой установки. Но, это реактивные снаряды. Их ни С-400, ни С-300 не предназначены для перехвата реактивных снарядов. Единственная в мире система, которая может перехватывать реактивные снаряды, самопальные ракеты и выпущенные из самодельных установок пусковых, это система «Железный купол». Вот она под это разрабатывалась. Для защиты поселений, жилых поселений в Израиле от ударов со сопредельных территорий. Но, еще раз повторюсь, С-400 и С-300 являются средствами противовоздушной обороны. И С-400 еще у них заявлен как противоракетный комплекс, но не противоснарядный. Вот в чем фишка. Вот в чем нюанс, который даже россияне, видите, рекламу невнимательно смотрели, невнимательно слушали и не поняли в чем суть. Поэтому, они не в состоянии их перехватить. И конструктивно в них не заложен перехват этих ракет. Эти ракеты летят на 70 километров в очень короткое время. Да, их можно засечь, может быть, можно. Но, при этом, время реакции комплексов и подлетное время противоракеты, оно вообще не соответствует. И возьмет ли комплекс, допустим, даст ли команду на пуск, очень трудно на сегодняшний день сказать. Пока что Химарсы спокойно летают и будут летать дальше спокойно, потому что против них нет средства борьбы. Плюс, еще одна особенность ракет Химарс в том, что они летят не по математической траектории. Если баллистическая ракета летит по математической траектории, радиолокационная станция, я вам уже рассказывал, Система ПВО, она хватает кусочек траектории и делает интерполяцию, просчитывает всю траекторию. И по времени, и по скорости лета ракеты, система автоматически определяет, есть ли возможность пустить противоракету и в какой точке они встретятся. Когда, где противоракета перехватит баллистическую ракету. Вот так работает система ПВО, любая, и система ПВО, любая в мире. За исключением систем, у которых такая же управляемая ракета. Как, допустим, крылатая. Крылатая летит как самолет, меняет траекторию, какую в нее заложили, туда она и летит. И поймать ее очень тяжело. Рассчитать скорость еще можно, она летит примерно с одинаковой крейсерской скоростью, а вот ее направление она постоянно меняет. И поэтому методом интерполяции определить точку встречи практически невозможно. Поэтому для крылатых ракет применяют что? Истребительную авиацию. Поднимают и она ее сбивает. Либо применяют что? Такие же умные противоракетные комплексы, у которых ракета управляемая на всех участках траектории. И если она уже засекла крылатую ракету, то эта противоракета точно так же летит за ней, догоняя ее и повторяя все ее маневры. И в конечном итоге ее уничтожает. Либо контактным ударом, либо уничтожает ее методом подрыва и созданием сплошного облака осколков. То есть методом разрушения в воздухе. А они С-400, не С-300 не предназначены бороться с реактивными снарядами, которые вылетают с пакета Химарс. Так что ловите, не расстраивайтесь. Пока что, слава богу, у вас нечем это сбивать. И нечем перехватывать. Вот когда будет ракета Атакумс, придет с дальностью пуска 300 километров, это оперативно-тактическая ракета. Вот там мы посмотрим на боевые возможности С-300 и С-400. Смогут ли они пободаться с ракетой Атакумс, выпущенной из Химарса или из его аналогов? Как вы считаете, если наши наступательные действия сконцентрировать на Мелитопольском направлении, вплоть до Крымского перешейка и тем самым перерезать сразу все возможные линии снабжения всей южной группировки противника? Ну, в принципе, это один из вариантов. И я больше чем уверен, что тоже рассматривается Генеральным штабом. Один из вариантов наступления вдоль железной дороги Запорожья-Такмак-Мелитополь-Чингара. Да, это вполне возможно. Но будет ли он принят за основу и сколько надо войск, мы не знаем с вами точную группировку российских войск. И поэтому не можем просчитать, сколько необходимо наших войск для того, чтобы дойти от сегодняшней линии фронта в Запорожской области до, допустим, до того же Чингара или до того же Перекопска. Так что на сегодня, как вариант, это да, я думаю, что он рассматривается, в том числе и в Генеральном штабе. Но на пока говорить о его реализации, на мой взгляд, еще очень и очень рано. Расскажите, пожалуйста, что происходит с трофейными танками и бронетранспортерами. Есть ли у Украины возможность их ревонтировать? Какой вклад эти 270 захваченных танков могут внести в наступление Украины? Огромный вклад. Опять же, мы с вами возвращаемся к первым месяцам войны. И тогда мы говорили, что самый большой поставщик техники вооруженной силы Украины это Российская Федерация. Кстати, мы в первые два месяца захватили такое количество трофейных танков, что в вооруженных силах Украины количество танков стало больше, чем было на момент до начала массированного вторжения российских войск. В связи с тем, что техника у нас однотипная, что у нас один производитель этой техники, это был Советский Союз, за исключением Т-90, хотя это модернизация. Это глубокая модернизация танков советского образца. Пушка 125, так что никаких проблем с боеприпасами нету. И на сегодняшний день. Поэтому все танки, все бронетранспортеры, все автомобили, все, что было взято, трофейное, и оно все стало в строй вооруженных сил Украины. Оно все воюет в наших войсках, даже не сомневайтесь. Что требовало ремонта, мы подремонтировали. Что подлежало ремонту, мы подремонтировали. И это все сегодня на фронте, все воюет уже как наше вооружение. Так что трофейная техника, она всегда бывает в нагоде, в пользу. Она всегда в пользу. Знаете ли вы примеры невыполнения преступного приказа командира? Если знаете, расскажите, пожалуйста, могли ли военные РФ не выполнять приказы по расстрелу мирных жителей? Конечно же могли. И таких примеров очень и очень много. Ну и чтобы недалеко не ходить в историю, скажу так, что в Советском Союзе был такой случай. Кстати, очень известная история, и сейчас она тиражируется. Одно время тиражировалось в интернете, когда командир части внутренних войск отказался силой разгонять демонстрацию рабочих, которые вышли высказать недовольство по поводу нормировок рабочего дня и расценок за выполнение нормы. Так что, да, он был уволен, даже, по-моему, осужден, но он не отдал приказ стрелять. Из таких, допустим, более близких историй, вспомните 91-й год, Пуч и Белый дом, Москва. Возле Белого дома командир танкового батальона перешел на сторону демократов и выступление, знаменитое выступление Ельцина на танке. Командир батальона отказался выполнять приказ, не открыл огонь по Белому дому. Причем в этот же момент молодой рьяный старший лейтенант Суровикин, да-да, тот самый генерал Суровикин, который сегодня командующий ВКС России, приказал своим подчиненным и его машины, боевые машины пехоты раздавило трех человек. Одного там застрелили, один попал под гусеницы и был задавлен, и еще один, по-моему, получил тоже какую-то смертельную травму. То есть, вот вам, пожалуйста, яркий пример. Суровикин начинал свою карьеру офицера с кровопролития, хотя тогда никакой войны, никакого чрезвычайного положения ничего не было. Но он отдал приказ пробивать баррикаду, они пробивали там баррикаду, и в результате погибло три человека. А командир батальеона Танкова, он отказался выполнять приказ и перешел на сторону протестующих возле Белого дома. Так что история знает очень много таких примеров, и у каждого человека есть всегда выбор. Выбор перед собой, перед своей совестью выполнять этот приказ или не выполнять. Причем и у командира, и у подчиненного есть оружие, и их шансы, допустим, застрелить друг друга, они примерно равны. То есть, вряд ли командир потянется к кобуре, доставая пистолет, чтобы принудить подчиненного стрелять в гражданского. Это уже решение самого подчиненного. Так что таких случаев очень и очень много. И все зависит от характера самого человека. Насколько он готов выполнять преступный приказ, становиться соучастником, или он готов отстаивать свои принципы и моральные устои. И на сегодняшний день следующий вопрос. Как я понимаю, каждая ракета имеет собственное электронное программное обеспечение. На скорости, с которой летит ракета, есть ли возможность использовать какое-то электронно-магнитное оружие, как, например, противодроновые ружья. Если вывести электронику ракеты из строя, сможет ли она выполнить задачу? Ну, против ракет, сразу скажу, есть такое средство, называется радиоэлектронная борьба. И вот с помощью станции радиоэлектронной борьбы ставятся помехи в определенных диапазонах с определенной частотой. Но вы же понимаете, это как борьба на найских мальчиков. Ракетчики разрабатывают ракету с устойчивой связью и с способностью средств связи ракеты, бортовых средств связи ракеты пробивать по полосу помех, поставленных радиоэлектронной борьбой. А электронщики, которые сидят на стороне радиоэлектронной борьбы, пытаются создать настолько плотную завесу, чтобы ракета терялась в ориентации в пространстве и полете и падала на землю как ослепленная и оглушенная. Но такие средства есть, противостояние идет, но на сегодняшний день в большей степени побеждают ракеты. У них электроника лучше, у них средства связи сильнее и более кодированные, более устойчивые к радиоэлектронным помехам. Вот в стадии качества примера могу привести, что вот, например, даже ослепить там говорили, вот ослепить Химарс. Химарс идет по системе GPS-навигации. Он использует военную систему, не та, которая для всех доступна и которую мы с вами пользуем при передвижении, допустим, на автомобиле, велосипеде или пешком. А он использует военную систему, она абсолютно отдельно, она закодирована, засекречена. Но на сегодняшний день нет средств радиоэлектронной борьбы, которые могли бы поставить помеху, чтобы ослепить или не дать тому же снаряду Химарс, связываться со спутником и точно определять и постоянно в режиме онлайн определять свое местоположение в пространстве, свои координаты. Вот в чем проблема, понимаете? Ракеты на сегодняшний день намного опережают радиоэлектронную борьбу. Беспилотники, да, они подвержены. И вот эти противодроновые ружья, это энергетические ружья, которые работают по принципу энергетического импульса или электромагнитного импульса, так, возможно, правильно будет сказать. Вот. И они, да, они глушат. Но вы же понимаете, какая стоит, допустим, электроника связи в дронах. И то не во всех современные дроны, они могут противостоять радиоэлектронной борьбе. Вот. И вот у нас уже известный случай, когда, допустим, Российская Федерация пыталась сбить дрон Байрактар. В результате дрон был поврежден. Но бортовая схема сработала, она отключила внешнюю связь, и дрон вернулся в автоматическом режиме, вернулся на исходную базу. То есть, внешний источник связи отключился, глушить больше было нечего, и он по внутренней программе самостоятельно возвращается. То есть, БПЛА, вот класс дронов, которые повыше, покрупнее, и ракеты, они сегодня ушли вперед от радиоэлектронной борьбы. И, ну вот, допустим, пример в другую сторону, Свитчблейды, есть информация, что Свитчблейд 300-й, противопехотный, вот тот, который нам поставляли, и то, что мы говорили, вот эти дроны Камикадзе, да, говорят, что он немножко, он просел, вот он подвержен, это самое, подвержен воздействию радио, средствам радиоэлектронной борьбы, и надо его дорабатывать, и поэтому его использование не такое оказалось эффективное, как ожидали на поле боя. Может, именно поэтому нет роликов, нет сведений о применении Свитчблейд 300. Посмотрим, когда нам дадут Свитчблейд 600, это противотанковый дрон, будет ли он лучше, и будет ли он надежнее в плане прохождения помех, поставленных радиоэлектронной борьбой. Есть мнение, что Харькову Россия сделает показательную порку, примерно то, что с Мариуполем, для устрашения и принуждения к переговорам. По некоторой информации, в Белгородской области уже сосредоточены значительные силы, в том числе и танковое какое-то подразделение, как бы вы оценили вероятность такого развития событий. Ну, про танковую дивизию 144-ю я уже говорил, посмотрите, пожалуйста, в предыдущих видео, там есть вопрос о танковой дивизии на Харьковском направлении. Поэтому повторяться не буду, не дойдет дивизия, но скажу сразу, еще раз скажу, что не дойдет дивизия, дивизий мало, армия и, может быть, могла бы попытаться взять город, но дивизия нет, это не та сила. И она направлена, на мой взгляд, совсем немного в другую сторону. Больше она направлена вдоль линии Купянск-Изюм. Так что, а что касается показательной порки, то тут, видите, Харьков просто один из первых городов после Мариуполя, кто оказался под таким системным обстрелом со стороны Российской Федерации, и он обстреливается всеми средствами, всеми способами со стороны российских войск. Но на сегодняшний день уже нельзя выделить Харьков, что он страдает больше всех. К величайшему сожалению, у нас появилась целая плеяда городов, которые также страдают от ракетных ударов, не только от ракетных ударов, а от обстрелов. Посмотрите, тот же Николаев. Николаев то же самое. Что это, показательная порка? Нет, это огневой террор со стороны России. Да, основные его цели это создание паники и хаоса, это принуждение к капитуляции и это стирание с лица земли городской инфраструктуры со стороны России. Безжалостное истребление мирных граждан, безжалостное, подчеркиваю, потому что они прекрасно знают, куда они стреляют. Они прекрасно понимают, какие могут быть последствия попадания артиллерии, реактивной артиллерии, особенно в жилые кварталы или в жилые дома. Они же смотрят наши средства массовой информации, у них есть своя агентурная разведка на территории Украины. Да, да, не удивляйтесь, без этого никак. Шпионы они есть всегда и везде, а особенно в военное время. Поэтому они знают результаты обстрелов. Понимаете? Знают. Количество жертв, кто является этими жертвами, сколько их, и где какие жертвы были, кто погиб от осколка на улице, а кого засыпало обломками кирпичей в собственной квартире или в собственной детской кроватке, как это было с девочкой шестилетней в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Поэтому тут, понимаете, это война на выживание. Вот это надо прекрасно понимать. Надо осознать один раз и навсегда. Это война на выживание. Это война против государства Украина и против нации Украинец. Россияне хотят нас превратить в самих себя. И причем истребить тех, кто несет хоть какую-то жилку украинизации или чего-то украинского, они хотят это истребить. Посмотрите, что творится в Мариуполе. Вот этот инфильтрационный лагерь, то есть для отсеивания хороших украинцев и плохих украинцев. То есть те, кто пророссийские за Россию, они хорошие вроде как. Но если человек проявлял что-то национальное, то он плохой. Он отфильтрован и будет отправлен куда-то, либо на выселки, на вечное поселение в дальние регионы, либо в места лишения свободы, если сочтут, что он сильно патриотичен, и тем самым он представляет угрозу для России, как для империи, как для государства. Поэтому тут, мне кажется, показательная порка идет, Россия пытается устроить всей Украине. Но мы, как нация, как государство, пытаемся этой порке помешать. И устроить такую же порку для непоказательного, а просто порку, чтобы они осознали всю пагубность вот этой войны, всю тяжкость тех преступлений, которые они совершают, и прекратили геноцид в отношении нас, как нации, как государства. Ну вот. Вот на этом, наверное, будем на сегодняшний день заканчивать. Больше, чтобы не отвлекать много вашего внимания, еще раз призываю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео, чтобы его могли увидеть, как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам канала, тем, кто помогает. И благодаря вашей помощи этот канал существует, я могу записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. Слава Украине!